МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Каляста вакансии пропоновали суйскальникам предприемства региона. Технічный прогресс на беларускай чигунце и в навучальных аудиториях. Новую лабораторию открыли у Белдуте. А зараз об гэты меньшим больш подробязна. У Гомеле завершается подриктовка до проведения первого форума региона у Беларуси и Украины. Уже завтра тут почнуться официальные встречи, деловые перемоги и научно-практические конференции. С программой ознайомился Олег Синтероу. В днях дедичи на дожливой надбуре Гомеле все равно выглядая по-святочному. Баннеры, дорожные растяжки и флажки колеру беларусского и украинского державных стягов. Завтра у 10-й годин ранницы в городе Насужем почнется посаджение беларусско-украинского консультативного совета делового супрацовництва. Это первое мероприемство в двухдетной программе форуму региону. Интерес возрастает, конечно. На настоящий момент 700 участников заявилось с украинской и беларусской стороны примерно пополам. 16 регионов Украины, 6 из них возглавляют губернаторы, облгосадминистрации, сформированы списки правительственных делегаций. Также в форуме из почетных гостей примет участие председатель конгресса местных и региональных властей Совета Европы госпожа Тернстром. Она выбрала наш форум как площадку переговоров. За 8 месяцев этого года товарооборот поменьше Беларуси и Украины перевысил 3,5 миллиарда долларов. Основные экспортные позиции, нафтопродукты, минеральные удобрения, грузовые автомобили, тракторы. Не выключено, что после форума этот список может поведеться. Беларусский БОК организовал выставу, на которой представлена вся очейная техника. 115 узоров, частка с каких маловядомые навык специалистам. На час работы первого форума региона Беларуси и Украины, Галуны, Площа Гомеля отвели под великую высточную плясовку очейной бульногабаритной техники. Тут и гульчиневашевские комбайны, и техника Белкомон, машины МКДОРа, и беларусские тракторы. Например, вот такие, призначенные для работы на заболоченной мясовости. Это даже в опытный узор. Еще одна выстава пройдет в Гомском Манеже Динамо. Тут свою продукцию презентуют больше 180 людей из Беларуси и Украины. В Гомском отделении Беларусской Гандио промысловой палаты скажут, что им нельзя представить все сферы очейной экономики. Украинский БОК упор зарабил на региональной экспозиции. Причем демонстрация достигнений только одна задача выставы региону. Не меньше важная тема – проведение перемол и заключение контрактов. Конечно, будут B2B-переговоры. Мы их будем проводить как в рамках консультационного совета, так и на самой выставке. Все группы, все члены и участники параллельных мероприятий обязательно приедут на выставку. И здесь проведут переговоры прямо на стендах участников выставки. То есть это будут переговоры и на беларусских стендах, и на украинских. Первый форум регионов Беларуси и Украины станет так само плясовкой для поседжения рабочих групп по взаимной присутствии на рынках краин сельскохозяйственной продукции, а так само применение ветеринарно-санитарных мер. У ГЭТЭШ в спис можно додать науково-практичную конференцию по интеграции в сфере адукации, развитию рочного судноходства и трансграничного сопротивления, уголение науки и технологий, размыву провадных седеб, боротьбе с усыханием лесов, лесными пожарами, а так само в суместных доследованиях в сфере высокомолекулярной химии и генетики. Институт является одним из ведущих лидеров бывших стран Советского Союза в области генетики, поэтому мы много принимаем на стажировку украинских специалистов, они проходят у нас такую практику, и очень хорошо это. Одной из сознательных падей первого форума региону Беларуси и Украины станет запланованный на 25-е косвечника концерт «Дружбы». Как чекается, у им примуть удел больше 500 артистов за беде в Украин. Суместные репетиции сегодня начались в областном громадско-культурном центре. В этом же будинке разгорнится так званая выстава брендов, на которой каждый район Гомельской области представит свои знаковые помники, выробы и мястины. На 26-е косвечника заплановано пленарное посаджение форума, основанная тема «Перспективы регионального сопротивления Беларуси и Украины». На этом форуме ожидается подписание договора о сотрудничестве между Гомельским обл. исполкомом и Запорожской областной государственной администрацией. Уточняется и актуализируется вместе с Киевской администрацией. Также планируется подписание договора о сотрудничестве и фактически о побратимстве между городом Гомель и городом Днепр. Выники работы за 9 месяцев этого года подвели у областной инспекции Министерства по податках и сборах. За этот период у бюджет в области поступило больше 1 миллиард 800 миллионов рублей, что перевышает плановый показчик. Найбольшая частка – это платежи организации. Доля индивидуальных предпринимательских и физических людей – 82 миллиона рублей. При этом, колькость индивидуальных предпринимательских повеличилась на 637 человек. А мать 2000 человек начали работу по заявным принципам. Спонение незаконной предпринимательской деятельности состоится одним из приоритетных направлений. Направляем им уведомления. Если не реагируется, составляем акт камеральной проверки. Дальше выносится решение и взыскание платежей. Сегодня по камеральному контролю предотвращен возврат налога на добавленную стоимость порядка 24 миллионов рублей. Доначислено контрольными мероприятиями – 4 миллиона рублей. И, соответственно, возвращено платежщикам. Мы не только взыскуем, но если видим ошибки, что платежщик сам не учел положенный к нему возврат НДС, это порядка 10 миллионов рублей. Колькость контрольных мероприемств у правнаний с минулым годом изменшилась у двоя. Это связано с мерами по разневолению бизнесу. В дальнейших планах – развитие электронных сервисов и проведение тлумачальной работы сирот насельництва. По изменам, что отбудутся у податковым кодексе в наступном годе. Колясо працонных месту пропоновали гомельчанам на кермаши вакансий. Будучих супрацовников шукали гандлевый дом Рогачоу, предприемство «Электроаппаратура» и «Гомельдрев». Працодавцам зараз потребные водители, кладовщики, специалисты древопрацовчих станков, сборщики, селесары сантехники. У взрослых обмежеваний наймальники не уводили. Увага надавалась физичным вздольностям суискальников и жаданию працовать. Некоторые из вакансий продугледживали макшимость навучания на працонных местах. Мы на предприятии обучаем всех, закрепляем за более опытными рабочими. Две недели у нас обучение, как практическое, так и теоретическое. Люди у нас дают на разряд прямо на предприятии, присваиваются все разряды по специальностям и работают. Наступный мини-кермаш отбудется праздникальки тыдня. Докладная дата, его проведение будет дома позднее. Суискальники смогут доведаться об наявности вакансий, умовах и оплате працы. Модернизация белорусской чугунки. На станциях активно укороняются микропроцессорные системы безопасности руху. Еще недавно в Гомеле не рыхтовали специалистов, которые могли бы працовать с такой электроникой. Теперь проблема выражена. Кирование белорусской чугунки закупило для профильной ВНУ обсталивания и открыло целую лабораторию. Техника позволяет заметить работу любой станции, складывать маршруты техников, керовать светлофорами. И все это в автоматическом режиме. Подробности в наступном материале. Для отмены установленного маршрута достаточно одного клика мыши. Этот тренажер у Белорусской Державной Университете Транспорта уже стал любимцем у студентов. За ним, хоть и виртуально, можно отчуть себя дипломованным чугуночником. Чешское обсталивание – микропроцессорный центр, в котором можно керовать чугунки, не покидаючи кресла. При его допомозе можно моделировать надзвычайные ситуации на чугунцы и учить студентов их ликвидовать. Яугин Гуцанко, будучи инженер-чугуночник. У своей семьи продолжальник династии. Глядя на батька, над выбором профессии долго не думал. Зараз уже студент пятого курса электротехнического факультета. Когда мои родители учились в этом университете, данных технологий не было. И да, нам повезло, так как данные технологии сейчас появляются на железнодорожных станциях, и мы будем готовы к их эксплуатации. А вот у Дмитрия концевого шляха освоения новых технологий был иншим. Заплят Шима – 10 годов в опыту. Когда закончил ВНО и пришел працевать, системы керования были старого узора. Потом отбылась и модернизация, новое обсталевание и праца по-новому. Разбираться у складанной техницы доводилось самому непосредственно на прационы Месси. Сегодня Дмитрий передает свой опыт там, где микропроцессорные центры нового поколения только изъявляются. Конечно, да, было тяжело, потому что это что-то новое. Не хватало какой-то тех документации, чтобы разобраться. В университете мы изучали совсем другие системы. А благодаря тому, что сейчас в Белгуте будет такой тренажер, конечно же, намного лучше и легче им будет дальше работать на железной дороге. Модернизация чугунки деактивна. Такая же техника усталевана уже на 32 станциях по всей краине. Только в Гомельской области до конца года обновления чекают еще две. Складенный план реконструкции. Техничное первоузброение повысить безопасность на чугунцы. Система сама себя диагностует и допомагает выявить неполадки еще до того, как нанесенный урон руху техников. Это системы, которые обеспечат, собственно говоря, новый уровень эксплуатации системы железной автоматики. Есть, конечно же, определенная удовлетворенность. Есть на чем готовить специалистов. Белорусская железная дорога нам предоставит еще и другую технику. Так как в настоящее время вся дорога, конечно же, перевооружается, переоснащается современными микропроцессорными системами. Белорусская чугунка передала новую технику, как подарок до 65-ти годов ВНУ. Дякуючи такой подтрымцы, в Университете транспорту уже обсталяваны три новые лаборатории с сучасными тренажерами. И это приклад того, как модернизация предприемств и модернизация методов адукации идуть в ногу. Ганна Ковалева, Олеся Рудзянкова, телерадиокампания «Гомель» при подтрымце АТН. Мастацкую выставу под названием «Гомельская полесь» презентовали у картинной галереи Гаурила Вашченки. Культурную подею просвятили году Малой Радимы и юбилею ВЛКСМ. Десять мастаков с Гомеля, Рогачева, Мазыра и Жлобина объедналися в одном проекте, який на сам речь еще протягивается. Выстава стала своего рода усправоздачей, а в проведенной за год работе. Старт пленером был даден в осени минулого года. Мастаков чекала творчая подороже по усих районах Гомельской области. Дякуючи подрымце областного лесогосподарчика объединения, удельники проекта жили в поляуничных домиках, натхнялися природной прыгажостю и працевали. Нас возили в лучшие места, уникальные того или иного района. Мы создавали произведение, работали рабочую неделю, с понедельника по пятницу. В пятницу мы делали отчетную выставку, и принимающей стороне каждый автор дарил по этюду за гостеприимство. Мастакам засталось наведать четыре районы в области. Завершить проект плануется до Нового года. 3 листопада у Гомель прибудут великие православные святыни, Каучех с частицей моща, блаженной Матроны Московской и крыш-мышчавик с частицей рызы Господней. Реликвий доставить из Елестинской епархии у храм преображения Господняга. Матрона Московская – одна з самых вядомых и шанованых русских святых 20-го стагодзе. Яна народилася слепой, однак володала дарами продбачанья и вылечэння. После смерти до официйной канонизации Матроны прайшло амаль по стагодзе. Однак задолго до того, я ее почитали верники. Личится, что по молитвах блаженной старыцы отбываются отсюда. Другая реликвия, якую доставить у Гомель, крыш-мышчавик, змещая мощи 21-го святого, а у его центры знаходится частица рызы Господней. Паклониться святыням можно будет до 25 листопада, что день с 8 до 21. В храме преображения Господнях будут здесь сняться молебны и акафисты. Это и так сама иншая новина вы можете найти на нашем сайте у интернете по адресе www.tvergomil.by На этом выпуск завершен. Дякую за увагу. До новых встреч у эфиры. Вы смотрите Дефакто в студии Александр Гамоля. Здравствуйте. Тепло в Дове может быть опасным, если оно не под контролем. В регионе всплеск пожаров по причине нарушений правил эксплуатации печного отопления. Условием частых возгораний послужила холодная погода. Так, в дачном кооперативе комплект, расположенного неподалеку от деревни Лубня Мозорского района, горел кирпичный загородный дом. На пожаре погибла хозяйка. На ликвидацию ЧС спасатели прибыли около 4 утра, но вытащить потерпевшую из огня живой не удалось. Женщина травилась продуктами горения еще до приезда сотрудников МЧС. Главная версия причины пожара – перекал печи. Этой ночью градус накалялся и в деревне Столбун Ветковского района. Там сгорел деревянный жилой дом. Хозяйка, 75-летняя пенсионерка, на момент пожара находилась в больнице в Светиловичах. Следователи рассматривают версию поджога ее домовладения. В гостях у торговца на сваем. Оперативники наркоконтроля во время обыска нашли у жителей областного центра партию, запрещенного к обороту некурительного табака. Под подозрение попал 21-летний житель Новобелецкого района Гомеля. Согласно оперативной информации, он занимался распространением насвая на центральном рынке. Во время проверки оперативники в этом лично убедились. В шкафу у гомельчанина был обнаружен черный пакет, в котором насвай был расфасован по мелким дозам. В отношении гомельчанина был составлен административный протокол по части 2 статьи 16.10 Кодекса об административных пронарушениях Республики Беларусь. Материалы были направлены в суд, который принял решение подвергнуть гомельчанина административному аресту на срок 7 суток. Сотрудники Следственного комитета разыскивают Ивана Дмитриевича Кириленко, 1938 года рождения, уроженца деревни Потаповка, Будокошелевского района. 8 октября 2018 года Иван Дмитриевич вышел из дома и до настоящего времени его местонахождение неизвестно. Пенсионер проживал в Гомеле по адресу улица Минская, 40. Его приметы на вид около 80 лет, рост около 180 сантиметров, плотного телосложения, лицо овальной формы, глаза кария. Может быть одет в джинсовую или бело-желтую рубашку в крупную клетку, темно-серые джинсы. На голове серая кепка, на ногах унты. Всех, кто узнал по фотографии этого человека и владеет информацией о его местонахождении, следователи просят сообщить об этом по телефону, которое вы сейчас видите на экране, либо набрав номер прямой линии 102. Таков обзор происшествий. К этому часу оставайтесь с нами и берегите себя. Я Александр Гамоля. Благодарю за внимание. До свидания. В ближайшие несколько минут на телеканале Беларусь и Терегомель новости спорта. В студии Михаил Садовский. Здравствуйте. Мария Мамашук не смогла преодолеть 1-8 финала чемпионата мира по женской борьбе, который проходит в Будапеште. Преградой на пути к следующей стадии стала Алла Черкасова из Украины, которая одержала более чем уверенную победу со счетом 10-0. Спортсменка, к слову, удачно выступила и в следующих поединках, что позволило ей дойти до решающего боя. За золото мирового первенства она поборется с представительницей Франции. Хоккейный клуб «Гомель-2» продолжает удерживать первое место в высшей лиге. В очередных матчах чемпионата дважды на домашней ледовой площадке обыгран юниор. В первом поединке хозяевам пришлось непросто. Начало игры не сулило особых проблем. Гомельчане стартовали уверенно и впоследствии отличились по разу в каждом из периодов. Правда, в заключительной трети растеряли свое преимущество и позволили сопернику счет сравнять. В овертайме победителя выявить не получилось. Все решилось в серии после матчевых буллитов. «Фортуна» была на стороне гомельского фарм-клуба. Игроки определенно сделали выводы после этой победы и во втором матче расслабляться себе уже не позволяли. Юниор разгромлен 4-0. Главная команда хоккейного клуба «Гомель» свой следующий матч в экстра-лиге проведет уже завтра. В гости приедет «Солигорский шахтер» начала встречи в 19.00. На данный момент «Гомель» сравнялся по набранным очкам со своими главными конкурентами. Правда, у них меньше на несколько сыгранных матчей. Жлобинский «Металлург», который пока находится в нижней части турнирной таблицы, сыграет дома с одним из лидеров первенства «Минской юностью». Начало также в 19.00. Завтра состоятся и очередные матчи чемпионата страны по баскетболу среди женских команд. «Гомельсош» встретится с «Олимпией». Игра пройдет в Большом зале Гомельского областного центра Олимпийского резерва по игровым видам спорта по улице Ирининской. Начало не в 18.30, как было заявлено ранее, а в 13.00. Это будет третья игра в сезоне в активе гомельских баскетболисток. Одна победа и одно поражение. На этом пока все. С новостями спорта вас знакомил Михаил Садовский. Оставайтесь на «Беларусь-4». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова